День добрый, это Игорь Виталий, это «Парадокс» с Игорем Виталем. Пишите на наш сайт finam.fm или звоните нам в студию 6510-99, 6 код города 495. Если хотите присоединиться сегодня к нашей беседе о российской энергетике, точнее о российском газе, в студии у нас Валерий Афанасьевич Язев, президент российского газообщества, депутат Госдумы Российской Федерации. Валерий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Афанасьевич. Подводя итоги вот этих 20 лет, к тому же итоги оказались немножко, не сами итоги, но омрачено смертью великого человека Романа Швяхерова. Царство ему небесное. Человек был великий и безусловно создал громадную империю. Но посмотрев на то, что происходит с «Газпромом» за последние годы, в общем-то возникает ряд вопросов. Мне бы хотелось, чтобы вы сначала сами промежуточные итоги подвели, что мы можем сказать спустя 20 лет. Ну, спасибо большое вообще за передачу. Правда, непонятно, почему ограничения только с 16 лет? Я не знаю, так теперь принято. Видимо, наш с вами голос, он может неокрепшие умы и души напугать маленьких детей. Мы же с вами неспокойные ночи малыши ведем, но можем попытаться. Ясно. Значит, спасибо большое за тему. Она действительно имеет колоссальное значение для меня лично. Я проработал 10 лет в «Газпроме» и после этого занимался законодательством и вопросами ТЭКа все последние десятилетия. Ну и значение газовой отрасли мы будем 17 февраля как бы юридически, 21 по-моему, праздновать будем 20-летие ОАО «Газпром», значит, которое получилось в результате трансформации. И если брать вот этот последний период только, ну или конец 80-х годов захватить, это, на мой взгляд, во-первых, первый результат или итог. Это, на мой взгляд, одна из немногих положительных схем трансформации советской экономики, советского газового комплекса, Мин-Газпрома СССР в современную форму. Положительно вы имеете в виду то, что не растасили по частям, оставили одной структурой, а может быть это и минус? Сначала, я думаю, все же, что это положительный, безусловно, результат, хотя при этом, ну, можно критиковать государственную, по сути, компанию и по нашему законодательству, и по количеству акций, но коммерческую, рыночную компанию, крупнейшей в мире среди юридических компаний, до 2012 года и по чистой прибыли, самую эффективную компанию в мире в этом блоке компаний, за 2012, по-моему, там 38 миллиардов долларов прибыль с падением, потому что уменьшение экспорта не компенсировало одновременный рост цен на газ. Вот один результат, мы сохранили отрасль, которая в лихие 90-е и в начале 2000-х не дала развалиться стране из-за неплатежей, когда стагмировала при колоссальной инфляции, отсутствии денежных средств, взаиморасчетные схемы. Газпром поставлял ресурсы и для себя, и для обороны страны, и для выплаты заработной платы бюджетников. Но это в 90-е, Валерий Иванович, простите, я вас перебью. А мы же в итоге 20 лет подводим. Да, но спустя некоторые моменты начинают возникать вопросы. Это, знаете, так же, как в политической жизни сделал человек громадное дело, а потом начинают возникать вопросы о сменяемости власти и о том, что, возможно, должны прийти новые молодые силы. А вот новое руководство Газпрома как раз то, о чем вы говорите, это все заслуга Герема Ивановича и Виктора Степановича, и ваш в том числе. И Рыжкова Николай Ивановича отдельно с этим правительством. Тут можно долго говорить, правильно ли сделали, неправильно сделали. Я тоже считаю, что, сохранив единым организмом, сделали правильно, не дав развалить, как другие энергетические системы, как электроэнергетику. Но новое время, новые силы, новые вызовы. И вот на эти новые силы, новые вызовы, на новое время, мне кажется, нынешнее руководство Газпрома реагирует не то, что неадекватно, но, видимо, не вполне понимает серьезность этих вызовов. Ну, давайте о современности поговорим, коли у нас разговор так хронологически совсем не получается. Ну, почему нет, иначе мы так с вами книжку напишем. Мы подводим итоги, это понятно, 90-е спасли. Что сейчас? Сейчас очень сложная ситуация с газом на мировых рынках, первое, что нужно сказать. С одной стороны, сворачивается и затормозилось развитие атомной энергетики. И в целом, рост потребления газа, как бы, тренд такой очень серьезный. Но, если говорить о последних годах, кризис 2008 года, и после этого приход сланцевого газа, серьезно ужесточили конкуренцию на газовых рынках. И мы, привязанные к трубе, экспорт нашего газа, по сути, имеем один рынок европейский и один завод по сжижению газа. Этого мало. Мизерная доля у нас, там, 3,5% в ЛНЖ, в мировой торговле, потребовало наращивание этих мощностей. Следующий комплекс во Владивостоке будет строиться. Ямал-СПГ, уже не Газпромовский, значит, а Новотек, сотоварищи, будет его строить. Поэтому здесь можно много говорить о плюсах и минусах нынешнего руководства или, я все же говорил, о нынешней ситуации. Но при этом мы усиливаем, сохраняем экспортные позиции в условиях конкуренции с Ближним Востоком, с ЛЖИРом. Сохраняем ли? Сохраняем в значительной степени. Ну, подождите, подождите. Рынок-то европейский упал, и продажи не только у нас. Не только у нас. Но нас, если мы посмотрим прошлые годы, немножечко оттуда подтеснили. И Норвегия те же самые. Появились новые игроки. И более того, вот буквально неделю назад в этой же студии, больше недели назад, один из главных критиков сланцевого газа Михаил Делягин прозрел, извинился перед всеми и сказал, что, типа, ребята, я был неправ. И не только он один. И тут мы в Европе можем поименеть немножечко другую ситуацию. У Польши со своими запасами сланцевого газа. А уж про то, что Катар нас подрезал, простите уже за простонародные выражения, мы с вами друг друга понимаем, на рынке жиженого газа. Ну, это ж, извините, позор. Мы, как бы это было сказано в известном фильме, традиостанцию немножечко потеряли, да? И рынок СПГ мы очень сильно потеряли. Это опять-таки просчеты. И экономические просчеты. Возможно, недостаточно гибкость ценовой политики на европейском рынке. Тоже нас оттуда немножечко, пока еще не сильно, нас спасла прошлая холодная зима, позапрошлые тоже. А вот это вот теплая зима, мы еще посмотрим на итоги. Весна покажет, кто где газ продавал. Игорь, значит, надо уйти от крайних оценок. А я никаких оценок не даю. Нет, я еще раз говорю. Значит, вот давайте по сланцевому газу. Значит, я тоже сначала воспринимал первое заявление, это было 5-7 лет тому назад по Америке, когда они первых там 60 миллиардов даже добыли сланцевого газа, читая литературу, экспертные оценки. И, честно говоря, я не представлял, что сегодня они вышли на 200, там, 4 уже миллиарда кубов газа сланцевого добывают, да? Но нам-то он зачем нужен, России конкретно сланцевый газ? Он намного дороже по добыче в 2-3 раза, чем тот, который мы сегодня добываем. Два вопроса, извините, сразу ворочу. Субтитры сланцевого газа в России пока не пришло. Во-первых, пока дороже, а во-вторых, нам-то он не нужен. А конкуренты наши добывают, а также Польша, вместо того, чтобы покупать российский газ, вполне сможет обеспечивать себя еще и экспортировать. Нам-то он не нужен. Возможно, возможно. В чем обвинять при этом Газпром-то, что Польша будет добывать? Нет, а в Газпром никто не обвиняет. В Газпром речь идет о том, что Газпром, вполне возможно, не учитывает меняющуюся конъюнктуру на рынке. И если с этой стороны нас поджимают, то, возможно, нам нужно посмотреть в другую сторону или изменить ценовую политику. Это происходит. Это происходит, и я бы здесь, эта тема, она такая, достаточно специфичная. Что делать? Или увеличивать, или сохранять чрезвычайно высокую долю продаваемого газа на основе долгосрочных контрактов, или увеличивать спотовую составляющую, потому что сегодня спот вырос, значит, и мы теряем там прибыль определенную. Это корректировка, она такая, я бы сказал, даже не политическая в какой-то мере, а технологическая, финансовая, экономическая в целом. И она происходит. Но в чем обвинять Газпром в данном случае? Я их часто критикую в настоящее время по ряду позиций. Но в чем обвинять? Что мы держали все время высокие цены, и сейчас жизнь нас заставляет, мы будем принижать эти цены, понижать и сохранять долю на рынке. Или они должны были 5 лет назад, что ли, понизить в тех условиях? А зачем? Мы бы уже недополучили большие деньги. Понимаете, в чем дело? Никто, во-первых, не обвиняет. А во-вторых, предусмотреть и представить себе, как может измениться рынок. И в связи с этим не обязательно. Вот прямо сейчас, 5 лет назад, надо было идти на поводу. Вот 5 лет назад мы, кстати, могли выкручивать еще Европе руки. Вот Рома Ивановича не хватает здесь. Этот человек, а он мой учитель и начальник долгие годы, этот человек горизонтом планирования, видения, примерно, десятилетия вперед смотрел. Правильно. Я согласен, что риски появления сланцевого газа и влияние его на европейский, в первую очередь, рынок, наш традиционный рынок, недооценен. Сегодня нужно на него реагировать. Значит, что касается Польши, к слову сказать, добычи там нету, и она будет, ну, наверное, все же через 5-7 лет. Запасы там подтвердить не могут. Я говорил с геологами американскими, которые бурят там. Много очень вопросов пока возникает. Но то, что сланцевый газ реалии, сланцевая нефть сегодня реалии, и они будут все больше влиять на мировой рынок. И при этом они могут ослабить значение того фактора, что Россия располагает доминирующими запасами газа, в частности. Да, если учесть еще и в балансе мировом сланцевый газ, картина уже несколько меняться будет. То, что нам сегодня нужно ввести геологоразведку на сланцевый газ, а мы не знаем, сколько в стране возможностей добычи сланцевого газа, абсолютно справедливое требование. И я его озвучу в своих статьях, пока этого не происходит. Нам нужно, по крайней мере, готовиться в том числе к добыче сланцевого газа в России, когда это будет экономически целесообразно. И вот я их, к слову сказать, первый раз об этом в эфире заявляю в наших с тобой разговорах, значит, о том, что я сравниваю Арктику со сланцевым газом. О, это очень интересная тема, но они после выпуска новостей буквально через минуту вернемся. Ну что ж, продолжим нашу беседу. В студии Игорь Виттель, это парадокс Игорем Виттлем, 6510996, код города 495, наш телефон, или финам.фм. В студии у меня Валерий Афанасьевич Язев, президент российского газообщества, депутат Госдумы Российской Федерации. Валерий Афанасьевич, сейчас к Арктике еще вернемся. Тут другой вопрос меня очень интересует. А внутренний рынок? Мы очень много говорили про либерализацию внутреннего рынка, про тарифы. И тут возникает... Вы правильно сказали, что в 90-е годы, конечно, Газпром не просто был основой экономики страны, но и нес огромную социальную нагрузку. И действительно спас многие проекты. Сейчас, когда, в общем-то, речь идет о капитализме жестком, когда речь идет о том, что, в принципе, Газпром говорит, что меня тарифы на внутреннем рынке не устраивают. Я правильно понимаю, да? Правильно, абсолютно понимаете. Но, с другой стороны, как бы нельзя ни в коем случае и социальную трогать основу. И это правильно. И как же вот пройти между Сциллой и Харибдой? Вот есть такие... Для тех, кто не видит, сейчас Рему Иоаннч изобразил, видимо, мамиканя на двигатель. Помните? Не мамиканя на, простите, а как у нас же был этот самый, который от Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича, который между струями успел ходить. Помните, да, у нас был? Анастас Микоян, да? Да, Микоян. Да, вот про него так говорили. Валерий Рафанасьевич изобразил вот такое вот движение рукой. Ну а как? Вот это одна из фундаментальных проблем сегодня в развитии газовой отрасли страны. Во-первых, чтобы дальше развиваться, нужно обеспечивать более масштабный доступ независимым производителям газа к трубе. Для этого нужны трубопроводные мощности. Раз. Второе, значит, нужно хотя бы тот принцип объявленный, который был равнодоходности внутреннего рынка экспорту газа, чтобы цена в России была примерно равна опытовым ценам на газ за вычетом транспортной составляющей и таможенных платежей, которые Газпром платит при экспорте газа. Значит, мы по этому пути шли, но остановились. Кризис был, политическая ситуация была и сегодня цена у нас низкая, а при сокращении объема экспорта газа, в том числе, вчера на комиссии Владимир Владимирович Путин по развитию ЦЭКа отметил, что мы не набрали многие-многие миллиарды рублей бюджетных поступлений. То есть и при этом нужно, как вы сказали, сохранить социальную сферу, жилищное хозяйство и незащищенных граждан, чтобы они не остались без тепла. Значит, и работа по этому идет. Значит, первое, значит, создана рабочая группа и есть соответствующие распорядительные документы о биржевой торговле газом. Значит, 35 миллиардов кубов газа со следующего года, в этом чуть поменьше, предлагается 50 на 50 Газпрому независимым производителям продавать через биржу. Значит, тем самым балансируя спрос и предложения, и Газпром обязан предоставить трубу для этих объемов беспрепятственно прокаченных. Значит, и вопрос уйти от квазирынка, а сегодня это квазирынок, и свободной рыночной торговли при условии недостатка транспортных мощностей и регулирования поголовного стопроцентного цен государством не может быть. Это неправильно. Значит, поэтому нужно найти такую форму, я ее сформулировал, там четыре условия определенных, да, чтобы эта экономика развивалась. Раз, социальная сфера была защищена, два, обеспечить конкуренцию на этом рынке, чего сегодня в полной мере нету, три. Ну, и еще там ряд условий, скажем, менее значительных. Но при этом, простите, я вас перебью, а Газпром хочет ввести, вы говорите про независимых производителей, при этом тот же Газпром хочет ввести принцип транспортирования плати, такой же, как take or pay, для зарубежных покупателей, то же самое для независимых производителей для доступа к трубе. Это нормальный процесс, одно с другим связано. Если будут долгосрочные контракты, они должны и под них будут создаваться, резервироваться мощности газотранспортные. А в газовом бизнесе, в отличие от нефтяного, Игорь, вы это знаете, значит, относительно, относительно, говорю, дешевая добыча пока и очень дорога транспортировка. В нефти там дорога добыча и относительно дешевая транспортировка, потому что газ легкий, 0,56 плотности воздуха, нефть, как бы, гидравлическая жидкость, которую качать. Создавая газотранспортные мощности, Газпром, как собственник единой системы газотранспортирования, должен понимать, что они будут востребованы. Ну, а зачем все эти годы тогда говорили по поводу равного доступа к трубе? Говорили? Говорили. Для независимых производителей. Но до сих пор ничего не сделается. Так нельзя говорить. Сейчас, когда я встречаюсь с Новотеком, с Лукоилом, да, больших проблем по доступу, больших проблем нету. Тем более, Газпром уменьшил добычу, вы знаете, да? С 550 упал там до 487, и транспортные мощности есть. Я думаю, процесс будет замещения в какой-то мере идти, этого никто не объявляет. На внутреннем рынке все больше и больше доли будут занимать независимые производители. А экспортный канал сохранится за Газпромом, может быть, кроме ЛНЖ. Эта тема обсуждается, но к ней надо подходить очень осторожно. Потому что и Владимир Владимирович вчера об этом говорил. Мы можем с жиженным газом, значит, вступить в конкуренцию со своим трубопроводным газом, которых мы мощности создали огромное количество. Валерий Федорович, а вот если посмотреть на капитализацию Газпрома на бирже, то выясняется, что мы достигли сейчас минимального значения с июля 2009 года. И вообще, если посмотреть на динамику акций, так примерно с 2008, то печальная картинка получается. Рынок там у нас то роста падал, а Газпром как в мертвую практически. Ну, ничего особенного, впечатляющего роста не было. Хотя, в общем, я помню прогнозы просто сумасшедшие по этим акциям. И мои в том числе. Да. Что происходит? С одной стороны, последнее падение, будем считать его пока последним, кто-то говорил, что это потому, что Газпром решил увеличить капитализацию вложений. Кто-то объяснял это другими. Кто-то отчасти потери изменениями позиций на европейском рынке. И, возможно, недосмотром по некоторым нашим позициям. То, о чем мы с вами говорили. Но, в целом, картинка такая грустная. Почему, на ваш взгляд? Или рынок не отражает всей полноты картинки? Ну, во-первых, не отражает. И колоссальная недокапитализация наших тековских компаний. Это факт установленных. Во-вторых, общее падение ликвидности фондового рынка российского. И малый интерес к нему зарубежных компаний. И в условиях, когда в Европе и в мире денег не хватает и риски нового экономического кризиса, инвестор в Россию по покупке акций сюда масштабно не идет. И, конечно, на мой взгляд, сегодня говорить о реальной цене Газпрома, как и большинства, в том числе, не только Газпрома, других наших компаний не стоит. И для меня достаточно обидно, такая низкая цена, сегодня 130 где-то. Хотя падала она, вы знаете, там до 120. А для меня как обидно было, когда я там, я не помню, по 270, помните, покупал, по 310. Ну, слава богу, и продал там же где-то. Это была удача продать вовремя. Но кто же мог поверить в 2008 году, когда у нас 2009, у нас кризис разыгрался. В 2008 году? В 2008, да, когда это было падение. А перед этим 360 доходило. Да, да, 351, если меня не изменяет память, это... Это чрезвычайно удачно, у меня не получилось так. Да? Я с вами поделюсь. С другими делами был занят. То есть Газпром недокапитализирован, это отражает и страновые рейтинги, суверенные наши, они не очень высоки. В том числе инвесторы смотрят долговую нагрузку Газпрома и его мегапроекты, в которых он участвует. Надо сказать, большинство из них международные, да? Нордстрим международный, проект Саутстрим международный, как и Блюстрим был международный. А его суверенное, это вот сегодня Восточно-Сибирский, колоссальный, в триллион потянет, наверное, новая система газопроводов с восточных месторождений во Владивосток, с врезкой в Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Увеличивает его заимствование на рынке, значит, и по оценкам экспертов, специалистов, которые лучше меня понимают вот эту фондовую составляющую, может быть, даже лучше вас, хотя бы более успешный фондовик, чем я. Конечно, лучше. Настороженно относятся к уважению. Не, не только я, конечно, лучше, они, конечно, лучше понимают. Меня тут другое смущает. Вернемся на землю, да? Меня как раз больше, так же, как и вас, интересует в поле поработать. В наше поле «Газпромовское» триллионные вложения в газопровод. Я понимаю, что бессмысленно говорить, когда речь идет о таких проектах, просто о голой экономической эффективности. Но, тем не менее, я этот вопрос должен задать. Когда мы это строим, мы рассчитываем это чем-то наполнить, мы рассчитываем это продать. Иначе возникает такая же примерная ситуация, какая у нас возникает с китайцами и нефтью. Никто не знает, почем мы туда продаем, но зато примерно знаем, что явно не в выгоду себе. Лишь бы застолбить рынок Восток. Про «Газпром» то же самое говорили. Вот сейчас на Европе нас чуть потеснили. Нам надо разворачиваться туда, в сторону Азии. У нас там громадные проекты. А посмотрели, посчитали, и выясняется, что, конечно, нельзя просто брать в голову эффективность одной трубы с ее строительства и окупаемости. Но все-таки, тем не менее, хотелось бы. Ну, много факторов учитывается. При принятии таких мегапроектов. Я, зная твой въедливый ум, уже пробросил тебе, что проекты «Нордстрим» и «Саудстрим» они международные. Они не просто «Газпромовские». Я хочу с точки зрения финансов и экономики. Там участвуют серьезные энергетические концерны мировые, европейские в первую очередь. И привлекаются деньги из финансовых рынков. Туда можно привлечь деньги, только доказав экономическую состоятельность этих проектов. Нет, это так же, как с Евросоюзом. Еще политическое имеет значение. Для банков? Деньги банковские привлекаются. Валерий Федорович, если вы думаете, что только у нас партия сказала «надо», некоторые банки ответили «есть», то в Европе иногда во время политических интересов банки финансируют и не такие проекты. И у нас же все время, заметьте, мы все эти годы и с вами в том числе спорили, нам этот нужен стрим или этот стрим, или этот поток, или этот поток, а что нам делать с Украиной, о чем мы отдельно поговорим. И все время идут споры между этими потоками. Существуют альтернативные на зло России тоже проекты. Набука. Набука, да, которые непонятно чем тоже будут наполнять. Эти все проекты вызывают массу вопросов. Сейчас политическая конъюнктура одна, сегодня политическая конъюнктура другая. Когда Янукович сменил Ющенко, мы все просто с распростертыми объятиями сейчас сказали, вот сейчас пришел человек, который все-таки более по-российски настроен. Сейчас все проблемы исчезнут. Не успели мы порадоваться, как ровно через 30 секунд господин Янукович нам устроил еще больше, как теперь в сетях говорят, бугурт. Он же бетхерт, нежели устраивал Ющенко. И опять политическая конъюнктура, как Микоян между этими самыми линиями дождя. Невозможно все время оценивать ни голую экономику, ни голую политику. А деньги-то все-таки газпромовские. Ну, тут два аспекта. Первое. Конъюнктурные моменты. Вот то, что вы говорите, действует год, два, три, пять лет. Газопроводы строим мы на 30, на 40 лет. И вот опять, Рим Иванович, если вспомнить, мы с ним много обсуждали тему, когда он принимал решение спутники свои, Ямал запускать и прочее. Еще по ряду решений. Он видел в голове «Газпром» глобальной, в том числе и газотранспортной компанией. Но об этом после выпуска новостей буквально через минуту вернемся. Ну, что, возвращаемся в студию, беседуем с Олегом Язевым, президентом российского газообщества, депутатом Госдумы о российской энергетике. Валерий Федорович, простите, что перебил. Значит, вот конъюнктурные моменты. Рим Вяхерев еще в давние годы, там, в конце 90-х, начале 2000-х, когда я его спрашивал о некоторых решениях, значит, он смотрел на перспективу десятилетия вперед. Кризисы придут и уйдут. Значит, политическая ситуация. Другой президент будет на Украине. Я не буду говорить о российском президенте. Значит, а газопроводы останутся, построенные. И вот надо просчитывать роли и значения их на ту перспективу. Вы правы, что они имеют не только чисто экономическое значение и технологическое, но и политическое. И нам и Нордстрим, и Саундстрим нужны. Тут, кстати, пришел от нашего постоянного радиослушателя такой, скорее, не вопрос, а вопль души. Такой риторический вопрос. А кто будет инвестировать в Газпром? Капекс огромен, но об этом мы сегодня говорили, капитальные вложения сейтные увеличились. Труба северного потока не наполнена. Тоже правда. Собираемся строить Южный поток, сами с собой конкурируем, поставляем по контрактам на спот-рынок Европы. Затем немцы газ, купленный на споте с маржой, продают всем соседям. Дивиденды никакие, какие средства тратим на обустройство Ямбурга с добычей. Цены завышены в 7-9 раз на все работы и материалы. Ну, по дивидендам я бы не согласился. Первое, что сказал, все же принятое решение 25% чистой прибыли на дивиденды, а на 38 миллиардов долларов за 2012 год. На дивиденды грех обижаться. Если коллега этим занимается предметно, то еще время есть купить акции. Точка отсечки не прошла. Не раскачивайте рынок, пожалуйста. Не раскачивайте лодку. И доходность, если сейчас взять, будет больше 8% годовых. Только на дивидендах от вложения. Это тема другая. Я в значительной степени с коллегой, ну, не знаю, кем он род, коллега с нашим... Медимым трейдером, судя. Да. Согласен в той части, что есть за что критиковать Газпром в его экспортной политике. И мы об этом говорили. Значит, вот наша слава и позиции на споте, некое пренебрежение, на мой взгляд, это неправильно. Поэтому этим надо заниматься абсолютно. И то, что там мы в контрактах пишем без реэкспорта, без перепродажи, но не всегда это проконтролируешь, это тоже есть. И это тоже инвесторы оценивают. Мы об этом говорили. Так что я не стал бы как бы отбрехиваться от задавшего вопроса. Во многом, он прав. А с нами на связи есть один из главных критиков Газпрома, Михаил Иванович Крутихин, партнер-аналитик агентства Русенеджи. Михаил Иванович. Да, добрый день. Здравствуйте. Вас слышать. Скажите, Михаил Иванович, какие основные проблемы сейчас стоят перед Газпромом? Ой, это, скорее всего, не перед Газпромом, а перед российской газовой отраслью в целом. Дело в том, что Газпром, собственно, не вполне коммерческая компания. Если вы посмотрите, например, по чем газ продается американским электростанциям и российским электростанциям, вы увидите, что в России цены выше. Но спросите у любого, почему так происходит, ответ очень простой. Да потому, что у нас есть Газпром, а у них Газпрома нет. Вот монополист, он всегда плохо. И монополист ведет себя отвратительно по отношению к рынку, мешая развитию рыночных отношений. Мы видим, что в Америке рыночные отношения с целью газа все-таки развиваются, а в России все-таки нет. И второе, это Газпром превратился, в общем-то, в паразита на российском бюджете. Посмотрите, в прошлом году субсидии Газпрому из бюджета фактически составили 14 миллиардов долларов. На что? Ну, например, давайте посмотрим. Дальний Восток 300 миллионов долларов ежегодно платит Газпрому за то, что он поставляет очень-очень дорогой газ в Тренорье, построив огромный газопровод, совершенно никому пока не нужный, поскольку с одного конца нет достаточно газа, а с другого конца нет контрактов с Китаем. Это безумие было строить этот газопровод, в бюджете почти 20 миллиардов долларов. Михаил Иванович, прерыву на секундочку, а вот мы с Валерием Анатольевичем тут решили, что обладая таким стратегическим мышлением лет на 10-15, может быть, но сейчас пока действительно нет. А если посмотреть с таким горизонтом или даже большим горизонтом планирования, может быть, действительно в этом газопроводе есть какой-то смысл? Ну, давайте посмотрим, строить вот так заранее, Газпром же всегда говорил, мы продаем, мы добываем только тот газ, который уже продали. Это лозунг Газпрома, но никакой газ они не продали, а начинают строительство уже крупнейших газопроводов. А если возникнет китайский рынок и действительно станет настолько актуальным за один день газопровод не построишь и за год не построишь, надо же смотреть вперед. А что туда пихать в этот газопровод? Там же нету пока газа, это достаточно для того, чтобы его заполнить. Он может 30 миллиардов кубометров транспортировать и там отхедать сейчас, ну, можно воскресить где-то 8 миллиардов кубометров. Валерий Федорович, это правда или нет? Я согласен, что Сахалин-Хабаровск-Владивосток не догружен и он будет не догружен пока ни на чем добывать газ с Киринского блока и до тех пор пока не придет там якутский, южно-якутский газ. А когда это будет? Но при этом главная задача этого газопровода была пока не экспорт, а газификация Дальнего Востока, Приморского, Хабаровского края. Значит, они жили без газа всегда. Михаил Иванович, эта задача была выполнена? То, что он продается дороже и по ценам не тем, что в европейской части России, ну, это, на мой взгляд, тоже достаточно логично. Михаил Иванович, была выполнена эта задача и возможно ли продавать газ дороже? Дешевле? Это не задача. Это если Газпром был бы коммерческой компанией, то дешевле было бы построить небольшой терминал по регидентификации и покупать тот же газ из Сахалина сжиженную или даже из Австралии он был бы дешевле для жителей Приморья, чем вот этот газ, который поставляется по этой новой роскошной трубе. Так, Валерий Иванович? А тут это планово? Андрей Иванович, Михаил Иванович, Валерий Иванович, так это или нет? Я думаю, по ценам в моменте справедливое замечание, но если мы себя видим экспортером газа, ну это допускает, что какие-то количества где-то выгодно можно было бы и импортировать, но у нас программа развития и стратегия развития Восточно-Сибири и Дальнего Востока, развития газовой отрасли, которая подразумевает собственным газом газифицировать и Восточно-Сибири, и Дальний Восток и нарастить там экспортный потенциал. Поэтому строго синхронизировать может быть не получилось год в год, но совершенно очевидно этот газопровод будет загружен. Михаил Иванович? Ну, я не знаю насчет загрузки газопровода. Единственная надежда на него, это может быть Южно-Охеринское месторождение, которое только-только открыли и вот начали постепенно узнавать, что может быть там будет какой-то дополнительный газ. Вот на него есть вся надежда. Когда это произойдет? Может быть, лет через 10. А что касается долгосрочных планов 10-15 лет, давайте посмотрим вот эта большая программа Восточная Газпрома по доставке газа из Якутии, из Якутской области к Тихому океану и экспорт жирного природного газа. Если мы посмотрим на обоснование инвестиций вот в этот проект, мы увидим, что газ будет, должен стоить на входе на завод по сжижению или на китайской границе примерно 355 долларов за тысячу кубометров. Китайцы больше чем 290 платить не согласны. Если мы пойдем на удовлетворение их условий, получится, что российский бюджет субсидирует китайских потребителей газа. И такого дорогого газа в Тихоокеанском бассейне на том рынке просто нет. Австралийцы будут поставлять газ примерно в следующем десятилетии по 8-8,5. Но это получится примерно 290-300-320 долларов за тысячу кубометров. Этот газ будет просто неконкурентоспособен. Его придется с дисконтом против себестоимости продавать. Спасибо, Михаил Иванович. Это то, Валерий Федорович, о чем я говорил буквально 15 назад. Михаил Иванович в значительной степени прав. Мы там, во-первых, опаздываем занимать позиции экспортные в Юго-Восточной Азии и в Юго-Восточной и в Тихоокеанском регионе. Опаздываем. Это нужно признать. Значит, второе, мы там становимся с замыкающими поставщиками и по ценам и по объему, потому что Китай контрактует колоссальные объемы вперед. Извините, опаздываем это, давайте определимся с этим термином. Помните, в советское время спрашивали, насколько Россия отстала от Японии? Отвечали, навсегда. Навсегда. Вот вопрос, мы отстали, мы можем это догнать, мы можем занять свои позиции? Мы можем или нет, вопрос практического управления Газпромом, газоводов всей страны, это вопрос не ко мне, я считаю, можем, и главное, что должны. Но тем не менее, проблема есть колоссальная. Что для этого нужно сделать, чтобы решить эти проблемы? Ну как сделать так, чтобы мы действительно не продавали, не субсидировали китайцев на покупку газа? Не будем субсидировать. Субсидировать, так внутренний рынок, почему? Если бы мы на это пошли, мы бы уже построили газопровод Алтай, значит, для того, если бы не согласовывая цены, главная проблема, мы с Китаем все еще не согласовали цены. И этот газопровод на Владивосток, который сохранен оборот в Владивосток, там экспортной составляющей практически нету и не предусмотрено. То есть, этот газопровод не для того, чтобы торговать газом с китайцами? Михаил Иванович. Только ЛНЖ. Нет, ну давайте посмотрим на счет ЛНЖ. Во-первых, газопровод должен прокачивать 30, чтобы быть конкурентоспособным и чтобы быть экономичным, не менее 30 миллиардов кубометров в год. Дальний Восток больше 4,5 миллиардов кубометров в год, но никак не потребит все российское потребление, промышленное и коммунальное и так далее. Таким образом, ориентация на завод по сжижению газа. Российский сжиженный природный газ будет совершенно неконкурентоспособен, действительно, в хвосте цепочки будет там находиться и придется его продавать с дисконтом. Вот рассчитывать на это, я думаю, это было бы голосоверно с ценностой. Весь этот проект, нацеленный на Восток, он делается только с политической целью, для того, чтобы любой ценой, пусть даже ценой субсидирования зарубежных потребителей, мы должны прорваться со своим газом на экспорт, поскольку единственное направление экспорта сейчас осталось, это Европа. А в Европе спрос не растет, к российскому газу относится более чем прохладно из-за ценовой политики газа. А чем они могут относиться как угодно прохладно, но чем они могут заменить российский экспорт? При любой возможности они это делают. Но это не влияет серьезно на конъюнктуру рынка. Это еще очень даже здорово влияет на конъюнктуру рынка. Посмотрите на все договоры последние потребители европейских с Газпромом, они уже тащат его в суд. Компания за компанией добивается пересмотра условий и контрактов. Везде мы видим, что потребление газа, например, из той же Норвегии или из Алжира или из Нигерии растет, а потребление газа от Газпрома в Европе неуклонно снижается. Если есть маленькая возможность заменить российский газ чем угодно, тут же бросаются на эту перспективу. Газпром настолько напугал всех европейцев, что он превратился в нежелаемого клиента. Валерий Афанасьевич. Михаил Иванович, я во многом с вами согласен, но вернемся к Дальнему Востоку. Мы тут Европу до этого обсуждали, а потом я чуть вернул. По Дальнему Востоку ценовые соотношения вы абсолютно правильно называете. Моя позиция, там нужно развивать химию, газовую, глубокую переработку и с учетом морских портов вывозить продукцию. Но утрачивать там полностью экспортные позиции совершенно неправильно и несправедливо и делать анализ окончательное заключение вот на основе сегодняшних цен на газ значит тоже ущербная немножко позиция. Надо посмотреть, а что будет еще раз говорю через 10-15-20 лет. Что касается... Давайте посмотрим... Да, извините, я хочу сказать, давайте посмотрим на цену на газ и есть замечательное исследование в университете Райс в Америке проведенное тем... И вы знаете, в этом исследовании есть прекрасный анализ того, во что цены на газ в этих океанском бассейне превратятся. Это будет примерно 300 долларов на протяжении следующих 20, а может быть, даже и 30 лет. То есть, там саму газу фактически ничего не светит. Теперь насчет того, что давайте все-таки развивать газохимию и нефтехимию. Ну, посмотрите, где мы будем торговать этими товарами. Забиты рынки нефтехимии и газохимии Китая, Японии и Кореи. Мощности у них недозагружены по переработке, по изготовлению этих пластмасс и так далее. Михаил Иванович, оставайтесь с нами на линии, мы буквально через минуту после выпуска новостей вернемся. Спасибо. Ну, сейчас возвращаемся в нашу историю, где мы с Валерием Ахтачем Язиевым, президентом российского газообщества и депутатом Госдумы Российской Федерации спорим о перспективе газовой отрасли. У нас Михаил Иванович Крутихин Крутихин пока сорвался с линии и я хотел бы от него послушать. У него есть конкретные предложения на эту тему? Я в определенной степени мог бы позаниматься их продвижением или, по крайней мере, сам убедился, если в его правоте, то можно было бы прислушаться. Но он пока критиковал. Михаил Иванович, Валерий Афанасьевич хочет выслушать ваши конкретные предложения по реформе газовой отрасли. Эти предложения были не только мои, они давным-давно озвучены были. В свое время, когда реформировали российскую нефтенную отрасль, то, в принципе, создали рынок. И рынок работает нормально, функционирует, есть возможности его регулировать, есть единая государственная система транспортировки нефти и нефтепродуктов, которая тоже работает эффективно. С точки зрения реформы российской газовой отрасли ничего подобного не произошло. Остался вот этот монстр, который мешает развитию рыночных отношений. В принципе, необходимо было бы его, конечно, расчленить, оставить государственную систему транспортировки газа по образцу транснефти и транснефтепродуктов, она вполне может функционировать, и создать конкурирующие между собой добычные подразделения, сервисные подразделения, и в конце концов какие-то подразделения, которые занимались бы реализацией продукции. Да, естественно. Михаил Иванович, как только возникает конкуренция, это хорошо и для отрасли, и для потребителей. Но ведь в последние дни все смерти тюремы Ивановича Вахера говорят о том, что наоборот, то, что «Газпром» остался единым целым, это заслуга, что его не дали растащить, расчленить и распилить. Как вы считаете? Давайте посмотрим, во что превратился «Газпром» усилиями и того, кто начинал до Вякерева, то есть Черномердина, и тем более усилиями, извините, никто очень будет помянут, нынешний руководитель «Газпрома» Сангистоин Миллер. Это монстр, это монстр, это некоммерческая компания, которая гигантские деньги теряет, которая ввязывается в проекты абсолютно нерентабельные, которые являются, ну, давайте посмотрим. Я понял, Михаил Иванович, поскольку времени осталось немного, а я резюмирую, расчленить газотранспортную систему, оставить государственной по образцу транснефти, создать отдельные добычные, сервисные, сбытовые предприятия, и рынок газа должен существовать. Я правильно понял? Да, вкратце, да. Вкратце. Спасибо большое, Михаил Иванович, Валерий Афанасьевич, ответьте, пожалуйста. Нечего комментировать, это общее место, значит, оно давно в обществе витает, потому что есть плюсы определенные в него, есть колоссальные минусы. И, на мой взгляд, сегодня плюсов в единой системе газоснабжения, которая, собственно, и есть Газпром, пока больше, чем минусов и рисков. А то, что нужно либерализовать внутренний рынок, нужно более гибко делать экспортную политику, и, главное, нужно уменьшать внутренние затраты Газпрома. Здесь о них звучало, в силу монопольного положения он, кстати, там диктует цены, это не совсем так, потому что цены ему и на транспортировку газа, и цены на сам газ устанавливает государство. Ну, наверное, под давлением самого Газпрома и людей, его поддерживающих. То есть, нужно пройти этот путь определенный. Там ведь дальше можно договориться, а что нам иметь монопольную газотранспортную, нефтетранспортную, нефтепродуктотранспортную, нефткомпанию, их тоже давайте отдадим в частные руки. Ну, может быть, и к этому времени придет. Владимир Иванович, хотел бы вернуться вот к началу, к Арктике, как я вам обещал, и к сланцу. Очень бы хотелось. Михаил Иванович, вы с нами послушаете? Да, я их слушаю. Да. Тогда, у нас просто начинался интересный разговор про перспективы Арктики. Ну, сложный тоже вопрос такой. Вроде политически звучит, надо столбить свои места в Арктике. Я понимаю, когда это относится к границам Арктики, защитить их, от любых посягательств. Но если говорят, что надо масштабно начинать бурение Арктики, геологоразведку Арктики и тратить на это в том числе бюджетные колоссальные деньги, я с этим не в полной мере согласен. Потому что у нас есть колоссальные резервы внутри России. Первое, это энергоэффективность. Мы о ней сегодня ничего не говорили. Мы пережигаем по разным оценкам. Ну, пускай будет такая скромная оценка 150 миллиардов кубов газа. Из-за его неэффективной добычи, транспортировки, переработки, потребления в электроэнергетике, в жилищно-коммунальном хозяйстве, да и в газовой химии, в металлургии. Поэтому есть резервы. Это намного важнее задача, чем прирастить добычу и потом ее также неэффективно тратить. Ну, а мы упомянули Арктику в связи со сланцевым газом. Вот я бы сейчас при расчетах эффективности добычи на шельфах арктических морей, в первую очередь, с учетом сложности экологической там и создания необходимой инфраструктуры и дороговизны этого, сравнивал ее с возможной потенциальной добычей сланцевого газа в России. И вот, что более экономически эффективно, мне кажется, так интуитивно, что добыча сланцевого газа в России была бы более эффективна, чем разработка арктических месторождений. Валерий Федорович, а тут вот еще подключились наши активные радиослушатели, еще пару писем. С точки зрения долгосрочного инвестора, о чем мы говорили, усредненные дивиденды за 5-7 лет от первоначальных вложений сущие копейки. Насчет внутренних цен на газ в плите, если считать, то он дешев, а вот на ГНК уже цена тысячи кубов, 10 тысяч 500 рублей за тысячу кубов или 345 долларов. Поэтому Газпром сейчас затевает программу газификации авто в Российской Федерации. Кстати, сейчас Субков об этом говорил очень много. И следующее письмо, когда-то Чубай, вот тут я полностью согласен, когда-то Чубай то же самое говорил о РАОЕС, к чему пришли. Газпром должен быть цельной структурой, но полностью прозрачной. Мы видели, да, неэффективного монстра РАО, но реформирование показало, что все бывает еще хуже. По ГНК это имеется в виду газ моторное топливо? Ну, видимо. Ну, так с ценой с чем сравнивать? 10 рублей за тонн за литр условно против 30 рублей когда речь идет о бензине или соляре. Естественно, что газ и здесь намного дешевле газ моторное топливо чем традиционные продукты нефтепереработки. А то, что есть сторонники, как я говорил, оценивают так же, как я, скажем, что сегодня Газпром нужно сохранять целым. Благодарен за понимание. Михаил Иванович, кстати, по поводу перспектив сланцевого газа. А вот его мнение по сланцевой партии. Да, Михаил Иванович, ответьте нам, Зарьи Афанасьевич, мы тут сегодня едином фронтом выступаем. Сланцевый газ в арте. Мы тут недавно на семинарии в ММО в Москве обсуждали этот вопрос. И, в принципе, все участники пришли к тому мнению, что сланцевый газ в России пока не имеет перспективы для развития такого сектора, поскольку вполне достаточно, во-первых, нормального традиционного газа, затем далеко не исчерпаны еще возможности добычи газа из других горизонтов, типа Баланжинских, Туронских и так далее, в добавление к нормальному легкому синаманскому газу, легкому в добыче. И здесь колоссальные резервы, которые еще не исчерпаны. И идти вот от этих более дешевых видов газа на Фланции и тем более в Арктику сейчас совершенно, но с коммерческой точки зрения это не имеет никакого смысла. Но если смотреть в будущее? Ну, в будущее, я думаю, что вот тех запасов газа, о которых я говорил, их еще, ну, может хватить лет на 30 и на 40 и идти так далеко в Арктику. Разведывать, конечно, стоит, потому что на какую-то далекую перспективу. Но вот бурить уже с целью разработки и добычи, я думаю, пусть это в других странах занимаются, в той же Норвегии, а в России не имеет смысла на суше вполне достаточный газ. Михаил Иванович, у меня вопрос-то был не начинать сланцевый газ, а вот сравнение сланцевого газа и арктического, что, на ваш взгляд, наиболее экономические обоснования. То, что у нас хватит не на 30, а, мое мнение, намного больше Синаманского, Волонжинского, Ачимовских наших конвенциальных газов, это вещь совершенно очевидна. А вот Арктика или сланцы, что, на ваш взгляд? Нет, сланцы оказываются дешевле, чем Арктика, потому что мы это сравнивали, и мы видим, что, ну, в принципе, посмотрите на арктический проект, Штокман захлебывается не потому, что там технически сложно, там есть несколько схем, которые могли бы быть технически существовательными, но газ, который там будет добываться, его просто невозможно будет продать, это будет золотой газ. Также у меня существует мнение по поводу вот этих новых проектов жижного природного газа на Ямале, и, кстати, вполне законную озабоченность проявил Владимир Владимирович Путин на вчерашнем заседании, когда он сказал, а как вы будете его возить, поскольку Северный морской путь четыре месяца, пять месяцев в году только открыт, куда вы будете его вообще девать. Но это не экономические проекты, так что лучше, чтобы вы не сейчас заниматься на суше, а если в тех странах, где нету Синаманского, Волонзинского, Туронского и Ахимовского газа, то тогда уж пусть они ищут у себя Атлантовый газ, а не идут в Арктику. Ну вот здесь у нас совпадают позиции, только Владимир Владимирович говорил не про Ямал СПГ, а на выступление Сечина, Игорь Иванович, по Таймыру там уже поймал СПГ, как раз его Владимир Владимирович поддерживает этот проект. Ну я понимаю, но Северный морской путь, он как раз на то, на что нацелит Ямал СПГ, что совершенно неправомочен, на мой взгляд. Валерий Владимирович, а что со штокманом у нас? Ответил практически. Михаил Иванович, решение окончательно инвестиционно отложено, значит, и я хочу сказать, что вот у меня 22 марта будет наблюдательный совет газового общества, и старший вице-президент Статуила попросил презентацию иного, иного юридически-финансового решения по штокману, которое, на его взгляд, может серьезно удешевить сам этот проект. Но я согласен с Крутихиным о том, что сегодня газ будет настолько дорогой, что его продавать некуда. И еще один вопрос. Газпром заявил о том, что этот год будет серьезный достаточно рост продаж в Европе. Что стоит за этими заявлениями? Михаил Иванович, Валерий Афанасьевич, по очереди. Очень коротко. Михаил Иванович. С моей точки зрения опять раздувание в щек. Поскольку прошлый год мы видели, как и прошлый, и позапрошлый год мы видели, как продажи газа в Европе снижаются. Газпром в своей статистике показывает одну цифру, а наш Центробанк в своей статистике показывает реальные объемы газа, которые пересекли российскую границу в сторону Европы. И цифры радикальным образом не совпадают, сколько Газпром там реализует цивой газ. Спасибо, Михаил Иванович. Валерий Афанасьевич. Ну, вот исходя из баланса спроса-предложений и трендов европейских, увеличение объема продаж там Газпром возможен только при понижении цены. Примерно на сколько? Достаточно серьезно. Михаил Иванович, согласен? Коротко. Пару слов. Да, я согласен. Если будет цена понижаться, но пока Газпром гордо докладывает руководство страны о том, что твердость его в отстаивании высокой цены приносит свои результаты. Результаты, как мы видим, отрицательные. Ну, что ж, на этом наши беседы о Газе сегодня заканчиваются. Но я думаю, что мы в ближайшее время продолжим, потому что мы сегодня подняли ряд очень интересных пластов. А уж к сланцевому Газу и Карктике я вам обещаю в ближайшее время вернуться. Напомню, что в студии со мной был Валерий Афанасьевич Язев, президент Российского газового общества, депутат Госдумы Российской Федерации. А с нами на телефонной связи был Михаил Иванович Крутихин, партнер компании РусЭнерджи. А завтра мы с вами услышимся, наверное, в то же время. А еще раз вас поздравляю, Валерий Афанасьевич, с 20-летием Газпрома и надеюсь, что российская газовая отрасль продержится еще не одно десятилетие. Всего вам доброго, услышимся завтра.